Их квартира ещё несколько метров, и всё, потому что их кухня, и всё, и дома нет. Родители Сабины жили в доме, в который 14 января попала российская ракета. Квартира была на четвёртом этаже. Супруги чудом выжили. Отец Сабины до сих пор находится в больнице. Сразу после теракта на месте родителей девушка найти не могла. Мама спустя несколько часов обнаружила в больнице. Её уже прооперировали. Отца медики привезли позже. Я начинаю плакать, он услышал мой голос. Он говорит, доченька, это ты? Говорю, да, держись. Плачу. И он сказал, всё хорошо. И врачи уже меня подвинули и повезли его. В тот день Сабина хотела поехать в гости к родителям со своей семьёй, но планы изменились. Они остались дома. Это и спасло их. 14 января из-за попадания ракеты в жилой дом погибли 46 человек. Среди них шестеро детей. Спасатели, которые трое суток искали людей под завалами, говорят, в их практике это были самые серьёзные разрушения. Самое сложное – видеть, как достают погибших из-под плит. Это, наверное, самое сложное. Мы пожарные, это наша работа. Мы к этому уже привыкли. Но всё-таки очень страшно видеть тела погибших, взрослых и детей. В доме до сих пор меняют окна в квартирах, которые не были разрушены из-за взрыва. Таких здесь насчитали почти полтысячи. Всего нам надо было заменить 1274 окна. На сегодняшний день мы заменили чуть больше 800. 810 – это было вчера на вечер. То есть сегодня к вечеру мы подсчитаем ещё, что мы застеклили ещё сегодня. Без жилья остались более 100 семей. Квартиры или полностью разрушены, или повреждены настолько, что восстановлению не подлежат. Не смогут вернуться домой и родители Сабины. Её маму уже выписали из больницы. Но ей предстоит ещё одна операция. Необходимо извлечь осколок. Отец до сих пор остаётся под присмотром медиков. Такая поддержка колоссальная, которой я даже не ожидала. С такими людьми, как мы, наша нация, ничего не страшно. Несокрушимые украинцы. Даже то, что мы пережили. Но всё равно мы верим в нашу победу, что всё у нас будет хорошо. И победа близко. Весь месяц жильцы разрушенного дома и их соседи несут к месту трагедии цветы и детские игрушки. В память о тех, кто стал жертвой жестокой войны России против Украины.